11. Атмосфера матча ощущалась еще на подходе к арене. Олег правильно предложил побыть именно здесь. Спортивное сооружение стояло на площади, окруженное лавочками, аллеями. Насколько знал Олег, оно было здесь еще с прошлых времен. Починили, само собой. И спорт тоже из прошлого. Есть вещи, которые переживут все. Соревновательность одна из таких. Олег бывал на матче. Ему нравились быстрые и отточенные движения игроков. Звук удара мяча, сами игроки, их важность. Вот защитник набивает мяч, а все уже ждут его паса. От этого многое будет зависеть. Или когда прорываются под кольцо, выныриваясь под поднятых защитей рук и забрасывают мяч в корзину. Олег и сам был бы не прочь поиграть. Даже хотел достать где-то мяч, но было не с кем побегать. Отец больной, друзья детства, которых и так-то было всего двое, растворились в жизни. Записываться в команду и ждать шанса он не хотел. Там надо отдавать все свободное время. А он не мог бы спокойно играть, помня о лежащем дома отце. Некому было предложить побегать по участнику по площадке. Но теперь появился Денис. Когда все закончится, он обязательно спросит у него насчет побросать мячик. Олегу даже на краткий миг явилась картинка, как они весело играют в баскет, кричат, радуются заброшенным мячам. Олег даже сам удивился такой своей мечтательности. Люди стекались ручейками с разных сторон. Весело гомонили дети, громко обсуждали спортивные дела их родители. Многие приходили раньше и бродили рядом со зданием, покупая еду, напитки, флажки и майки с символикой их команды. Сотрудники СБ тоже были, но они не проверяли всю толпу. Несколько человек топтались у главного входа. Еще группа рассыпалась по разным точкам площади. Из здания гулко доносилась громкая музыка. Денис с Женей постоянно меняли свое местоположение. Старались не быть на глазах у охранников, но в то же время не выглядеть подозрительно, околачиваясь возле черного входа в арену. Про него рассказала Женя. Сотрудников, приходивших на матч по работе, запускали именно отсюда, чтобы они не толкались с остальными людьми и могли также спокойно выйти. Уверена, Леня пройдет именно здесь, сказала Женя, смотря по сторонам. Будем надеяться. Денису очень хотелось как-то поддержать разговор, но спрашивать о книгах сейчас казалось не самым умным. «А ты был хоть раз на матче?» – спросила Женя. Здесь синевском не был. Ходил со своими, когда еще жил в Серове. Он рассказал Жене про интернат и с удовольствием отметил, как изменился ее взгляд. Он, возможно, стал более материнским, чем женским, как хотелось бы Денису. Но все равно было приятно. «Там было здорово», – вспоминал Денис. «Знаешь, как будто заходишь в портал, где другой мир. Там весело, там переживаешь за команду, делишься чувствами, орешь, как идиот. И нет никаких забот, проблем, мыслей о будущем. Все только здесь и сейчас. Это здорово!» – «Как с хорошей книгой», – улыбнулась Женя. «Да, точно. Я даже список веду прочитанных книг. Выписываю зацепившие. Ух ты, занятно. Дашь почитать?» Денис уже потянулся за рюкзаком, как Женя вдруг посерьезнела. «Вон Леня. Пошли за ним». К неприметной темно-зеленой двери сбоку арены двигался высокий парень с длинными волосами. Денис с Женей поспешили на перехват. «Леня!» – выскочила на тротуар перед парнем Женя, испугав его. «А? Женя?» – он вдруг зазирался. «Ты чего тут?» «Да ты знаешь!» «Знаю, Леня, знаю. Можем поговорить в тихом месте?» Леня пожевал губу. «Ладно, пойдемте». Он постучал в дверь, которую скоро открыл служащий арены. «Это со мной!» – показал значок, буркнул Леня и быстрым шагом направился внутрь. Все вместе они прошли по лестнице на верхний этаж и проследовали в комнату с огромным окном. Денис машинально посмотрел на поле, где уже разминались команды. Сидения потихоньку заполнялись зрителями, словно образуя один большой рисунок. «Ты с ума сошла!» – воскликнул Леня и положил Жене руки на плечи. Денису это не понравилось. «Хотя чего удивляться, что вокруг такой девушки постоянно кто-то оказывается», – с грустью к себе подумал он. «Неужели он правда возомнил, что может быть единственным?» Но, возможно, Леня действительно сильно волновался, а не клеился к Жене. «На студии нашли кровь на полу», – продолжал он. «Не знаю, чья, но, как понял, не твоя. Конечно, тебя обыскались. Где, как, с кем видели. Саша-механик в аппаратной в ту ночь вообще, оказалось, проспал. Короче, шум не детский подняли. Это они его ищут?» Он посмотрел на Дениса. «Нет», – спокойно ответила Женя. «Лень, я тебе все так сразу не расскажу, потому что некогда. Поверь, никаких особых тайн. Просто сложная ситуация». «Верю», – выдохнул Леня и убрал руки. «Иначе не ловила бы меня у дверей. Скажи, ты не в курсе, куда социальная служба может увозить людей? В больницу? В смысле социальная служба? За что? Ну, если человек на учете стоит, например, психически нездоров». Леня задумался. «Вообще им всем находят подходящую работу, так, чтобы никому не навредили, но и просто так дома без дела не сидели. А вот если он уже был на работе, жил в общежитии, но потом пришли и забрали. Максимум, что я знаю, это спецдиспансер в Серове. Туда отправляют как раз психов и, кажется, инвалидов, которым не нашлось работы. Когда-то мы об этом рассказывали, но сам я там не был. Или, погоди, не рассказывали. От кого же я слышал? Ладно, неважно, вот туда могли». «Значит, в Серове», – проговорила Женя и повернулась к Денису. «Ты слышал про такой диспансер?» «Никогда», – Леня пожал плечами. «А где именно он, знаешь? Ты что, собралась в Серов? Женя, твои ориентировки на каждом посту. Билет ты не купишь даже как сотрудник департамента. А других вариантов попасть сюда особо нет. Даже если украдешь машину, точно так же попадешься. Может, тебе лучше переговорить с СБ, как-то разрудить вопрос. Если бы, Леня, если бы». «Так что насчет адреса?» «Да без понятия, я ж просто краем уха услышал. Хорошо вообще вспомнил». За стеной раздались голоса и звук множественных шагов. Ребята замолчали, и Леня подошел к стене, приложил ухо. Нахмурился. Вдруг его глаза резко открылись, и он зашипел. «Быстро, уходите отсюда, СБ уже здесь и спрашивают про вас. Наверное, кто-то засек и сообщил». Леня аккуратно открыл дверь, выпустив Дениса и Женю в коридор. Сам стал за ними. Нетерпеливо махнул рукой. «Двигайтесь вперед». Денис шел со стучащим сердцем. Они спускались под ступенем. Позади раздался звук открываемой двери, а затем уверенный стук. Все ускорились, но и шаги сверху тоже стали громче. За ними шли. «Давайте до конца по коридору и налево, выйдем к раздевалкам», – скомандовал Леня. «Забегайте внутрь и прячьтесь, а я пойду назад и постараюсь их отвлечь». Говоря это, он смотрел прежде всего на Женю. Она кивнула, и они с Денисом побежали. Раздевалка оказалась открытой и пустой. Они заозирались в поисках укрытия. Длинные лавки, шкафчики, дверь в душевую. «Давай ты в шкафчик», – сказал Денис. «А ты, может, вместе? Мало места, я в другой. Душ могут осмотреть, а каждый шкафчик вряд ли». Арена взорвалась оглушительным ревом, начинался матч. Денису это мешало, невозможно было услышать, идет кто-то по коридору или нет. Едва они втиснулись в узкое пространство, как входная дверь скрипнула. Вот теперь шаги были отчетливо слышны. Денис задержал дыхание, чувствуя, как в нос лезет запах чужого пота. Одни шаги удалились в сторону душевых, другие топтались где-то рядом. Они приблизились настолько, что, казалось, шагают прямо внутри шкафчика. В следующий момент Денис обмер. Тихо заскрипели дверцы. Кто-то по очереди открывал все шкафчики. Кого найдут первым? Он не успел об этом долго подумать. Дверца распахнулась, и перед ним стоял сотрудник службы безопасности с травматическим пистолетом. Палец уже лежал на спусковом крючке. Он махнул головой, и Денис вышел наружу. Буквально одновременно с ним вышла Женя. Вернувшийся из душевых сотрудник достал с пояса наручники. «Может зайдем, а то скучно как-то. Уже вот несколько часов тут торчим», спросил странник у Олега. Они смотрели с лавочки на стоянку позади арены. Там стояли два автобуса, привесшие спортсменов из Серова. Оба были раскрашены в командные цвета. «Да куда мы пойдем? Какие нафиг развлечения? Тебе что, нравится опасность? Ты как-то от этого кайфуешь?» От арены донесся приглушенный восторженный рев. «А чего вы выбрали именно баскетбол?» спросил странник. «Вроде же не такое экстремальное развлечение. Я думал, вы любите погрубее и все такое». «Какое?» Олег недовольно покосился. Ему не нравилось слышать незнакомые слова. «Нормальное развлечение, понятное. Люди приходят посмотреть, порадоваться. Разрешается немного выпить. Ну и после матча есть повод. Человек сходил и многие свои проблемы на время забыл. У нас из спорта баскетбол и бокс». «Что за бокс?» «Ну как что?» Олег сделал несколько ударов в воздухе. «Кто больше настучит сопернику по голове?» «А, бои. Понятно, ожидаемо. А то прям не верилось в один баскетбольный мяч. Надо же где-то адреналин выбрасывать. Там надо кулаки выбрасывать, а не эти твои. Чё ты всё критикуешь? У тебя там сильно другое?» Странник снисходительно хмыкнул. «Ещё какое другое?» «Для многого это так тренироваться, что больше ни на что времени нет. Ну и само собой химия, спецрежимы, особые программы». «А что, ради спорта отпустят с работы?» – недоверчиво спросил Олег. «А у вас играют обычные рабочие?» – в свою очередь удивился Странник. «Ничего себе. Ну а кто? Понятно, в день матча у них отгула. А так они после работы занимаются. Вроде им там что-то приплачивают даже». «Приплачивают?» – Странник сокрушённо мотал головой. «У нас тоже приплачивают. А ты чего в спорт не пошёл? Бил бы морды, получал заработок». «Да», – отмахнулся Олег. «Были мысли, но отец отговорил. Всё капал мне на мозги. Отшибут башку, дурачком станешь, на лечение больше потратишь. Да и там вроде не так уж много и доплачивают». «Надо всё-таки глянуть, как вы там мяч кидаете?» Сказал это больше себе под нос Странник, вскочил и ринулся на стоянку. «Стой!» Олег вовремя не среагировал, а стрелять в Странника на открытом месте было нельзя. Чертыхнувшись, он погнался за ним. Странник подёргал дверь на задней стороне арены, и та, скрипнув, открылась. Он спокойно вошёл, а Олег заскочил буквально через секунду. «Ты чего?» – попытался он схватить Странника за плечо, но тот скинул руку. «Давай назад!» «Да ладно, одним глазком!» – не унимался тот. Олег уже собирался схватить его покрепче и может даже хорошенько встряхнуть, напомнив про важность их дела. Это всё не игры и не экскурсии по городу. Они как раз проходили мимо открытой двери, и Олег увидел Дениса. Тот протягивал руки вперёд. Олег хотел крикнуть Страннику, но заглушил в себе крик. Прыжком догнал того, толкнул спину, и когда Странник обернулся, пальцем указал на дверь. Сам же достал своё новое оружие. Олег влетел в комнату, одновременно выстреливая в того, который держал на прицеле Дениса. Очень быстро, насколько мог, повернулся ко второму, но тот уже бросил наручники и поднял своё оружие. Оба выстрелили одновременно. СБшник упал, как подкошенный. Олег же содрогался от электрических разрядов, но сознание не потерял. «Что тут у вас?» Странник с неким интересом взирал на валяющиеся тела. Его взгляд упал на его же оружие, но Денис реагировал быстрее и уверенно его подобрал. Странник спорить не стал. «Надо валить!» — сказал Денис очень и очень быстро, пока не наступил перерыв и не пришли ещё проверяющие. Он присел над Олегом, думая, чем может ему помочь. Олег сильно корчился от боли. «Так а моего человечка вы нашли?» — пропустил слова о побеге Странник. «Теоретически. Возможно, он в Серове. И как туда попасть?» «Отличный вопрос!» — Денис пытался поднять Олега на ноги. На помощь пришла Женя. «Ну а к вам или от вас что-то туда ездит? Как-то же связь вы держите?» — спрашивал Странник, смотря по очереди на каждого. «Ездит!» — сквозь зубы сказал Денис. Держать Олега тяжело. «Вот команда как раз приехала оттуда». Странник удивлённо поднял брови. «Так а чего тут думать? Давайте упадём им на хвост и всё. И безопасно, и в нужное место приедем». Денис посмотрел на Женю, как бы спрашивая. «Почему мы сами не догадались?» Это, конечно, ещё вопрос, где и как спрятаться в автобусе. Но вариант неплохой. «Давай», — сказал Денис Страннику. «Он нёс тебя из шахт очень далеко. Теперь твоя очередь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова